Итак, дорогие друзья, доброе утро. Доброе утро из Иерусалима. И мы продолжаем изучать Торо. Конкретно мы продолжаем изучать Хитас. Хумаш, Таня, Таилим. Правда, мы в основном изучаем Хумаш, но, значит, затрадиваем иногда и Таню, и Таилим. А я, зато, до того, как я провожу урок, я изучаю и Хумаш, и Таню, и Таилим. Поэтому считайте, что мы вместе изучаем. Хорошо, дорогие друзья, значит, сегодня у нас восьмое Тишре. Восьмое Тишре до Йом-Типура осталось два дня. То есть завтра у нас будет канун Йом-Типура, и девятое. Девятого числа нужно будет покушать очень плотно, подготовиться к тому, чтобы потом поститься. И после того, как вы будете, если вы будете поститься, значит, будет у вас все великолепно. И Всевышний прощает грехи тем, кто сделал Тшуву, Тшува. Значит, мы как раз разбираем в начале урока слово Тшува, возвращение. И слово Тшува состоит из пяти букв. Тав, Тав. Мы уже знаем, что Тав зашифровано в этой букве, в этой букве зашифровано ТАМИМ ТИЕ. ИМАШЕМ ИЛОКЕХА. ТАМИМ – это будь простым и будь цельным. Что имеется в виду? Значит, есть люди, которые очень умные. Вот они умные, и они настолько умные, что, как говорил царь Соломон в Каэлите, в Экклезиасте, МАРБЕХАХМА, умножающий ХАХМУ, МАРБЕКААС, умножает гнев. И ЮСИФДААТ, тот, кто добавляет познание, ЮСИФМАКОВ, добавляет боли. И дальше он еще говорил там в конце, что АЛЬТИЕЦАДИКОРБЕ, не будь слишком цадиком, ВАЛЬТИТХАКЕМ, ЮТЕРМИДАЙ, и не умничай слишком сильно, ЛАМАТИШАМЕМ, он говорит, зачем тебе одному оставаться? То есть, поэтому мы видим, что иногда бывает, что человек слишком умный, а пользы от этого ему нет никакой. Он один остался, и мне больше нравится позиция как раз министра образования. Министра образования, у них обычно, знаете, какая позиция? Министра образования у них, позиция обычно во всех странах. Не люблю шибкоумных. Вот я поддерживаю позицию в Министерстве образования. Они в школах стараются сделать детей не шибкоумными, а стандартно умными, да? По стандарту такому. Хорошо. Значит, двигаемся дальше. Сказал нам, сказал нам это Рэб Зуси, был такой великим мудрец, он говорит, ЧУВА, это первая ТАВ, это ТАМИМТИЕ, будь простым в служении Богу. Не слишком умничай, просто делай. ШИН-буква в слове ЧУВА, в слове возвращения к Богу, она символизирует, есть такой отрывок, с которого начинается ШУХАНАРУХ. ШУХАНАРУХ это сборник законов. Так он начинается с первого такого обращения. ШИВИСИ ОШЕМЛЕННЫХ ДИТАМИТ. Представляй, Бога перед собой всегда, это большое правило в жизни цадиков. Почему? Ну а как можно согрешить, например, да? Или как можно как-то не так поступить, если ты представляешь, что ты находишься под вот таким лучом прожектора, и Всевышний творец-создатель мира, от которого зависит все мироздание, он тебя прожектором вот так освещает. Невозможно. Написано, что человек грешит только если в него вслился дух глупости. То есть только нужно стать на секундочку сумасшедшим, чтобы грешить. А если человек в нормальном состоянии, он понимает, что он постоянно в луче прожектора, ШИВИТИ ОШЕМЛЕННЫХ ДИТАМИТ, представляй, Бога все время перед собой, то ты не будешь грешить. Это вторая буква, запомнили, да? ТАМИМ, будь прост в служении. Второе. Представляй, что ты все время перед Богом. ЧУВА. Дальше после ШИН идет буква ВАВ. ВАВ, буква, она символизирует отрывок, на котором эта заповедь из Торы, Раби Атива сказал, что на ней стоит вся Тора. Эта заповедь какая? ВАВТА ЛЕРЭХА КАМОХА. Возлюби ближнего, как себя. То есть если ты пробуждаешь в себе постоянное состояние любви к ближнему, ВАВТА ЛЕРЭХА КАМОХА, то тебе не за что потом будет раскаиваться, потому что ты никого не обидишь, ты будешь делать много добрых дел, тебя будут любить люди, а значит тебя будет любить Бог. То есть если ты руководствуешься вот этим простым принципом ВАВТА ЛЕРЭХА КАМОХА, возлюби ближнего, как себя. То есть ты и себя любишь, ты все время про себя не забываешь, все говоришь, молодец. Вот на урок Тора пришел, красавчик. Вообще вот это ты, выдающаяся личность. Просто тот, кто пришел на урок Тора, может себе сказать внутри, возлюбить в себе вот это качество, служить Богу, хотеть узнать, что Бог хочет. И не забывать себя тоже похвалить, молодец. И когда ты себя любишь, тогда ты можешь возлюбить ближнего. Тогда ближний к тебе пришел, а ты ему говоришь, слушай, вот я тебе такой урок сейчас хороший пошлю, там Ицхака или еще кого-то, да. Оп, и ты ближнего возлюбил, как себя. Дальше возлюбил ты ближнего, как себя. И тут ты думаешь, Господи, спасибо тебе за все, что есть. Я себя люблю, ближнего люблю, ближний любит меня. Спасибо тебе. И ты выполняешь главную заповедь и возлюбив Господа Бога твоим, всем сердцем твоим. Тогда у тебя все сердце наполнено любовью, все мышление. Это буква ВАВ в слове ЧУВА. Мы сейчас изучаем, как сделать ШУВУ. И мы дошли до пятой. До пятой мы дошли сейчас буквы сегодня, вот мы узнаем. Теперь четвертая буква. Мы вчера учили, я просто напоминаю. Четвертая буква в слове ЧУВА, это буква БЭТ. Буква БЭТ. И с этой буквы начинается отрывок в книге Мишли, в притчах царя Соломона, которая звучит так. БЭКОЛЬ ДРАХЕХА ДЕУ ВУ ИАШЕР АРХАТЕХА. На всех твоих путях познавай его, и он выпрямит твои дорожки. Это мы вчера говорили много про АШГХА ПРАТИТ, про индивидуальное проведение, что Бог, Он с каждым взаимодействует индивидуально. Раиса Васильевна, доброе утро. И индивидуально, и это называется индивидуальное проведение. То есть, ты делаешь какой-то шаг, и когда ты понимаешь, что Бог все время с тобой разговаривает, в этот момент, оп, и ты получаешь ответ. Это БЭКОЛЬ ДРАХЕХА ДЕУ. Но когда ты вообще думаешь про Бога, в этот момент ты с Богом соединяешься. А значит, это и называется ЧУВА, возвращение к Богу, которое мы сейчас все должны сделать в эти 10 дней раскаяния. Нужно вернуться к той своей части, которая с Богом была всегда. Душа человека, она всегда с Богом. И нужно вернуться в себе, уйти из этой вот матрешки и луковицы наносной, да, какие-то там правила, принципы, какие-то верования, убеждения, какие-то стремления там. Это все мелочи, это все производное, это все человек вообще не контролирует. Внешний слой своей жизни, особенно слой, который не под его контролем, политика, экономика, погода. Вообще про это думать не надо, оно вообще не под твоим контролем. Но человек обычно, он весь там, его нету в себе, в себе человека нету. Человек все время где-то там, в фильмах, в сериалах, он переживает, думает, как же там Мария Иванова в следующей серии, выйдет она замуж или не выйдет, это Мария Иванова, в следующей серии сериала. О чем человек думает вообще? Нет Мария Иванова никакой, это же фильм. Но чува это вернуться к себе, к настоящему. А кто такой я настоящий? Божественная душа, которая соединена с Богом, которая будет жить вечно. И вот оттуда идут дальше слой за слоем. А как, если я Бога люблю? То есть ты соединился с собой, дальше ты Бога любишь, выполняешь его заповеди, изучаешь Тору, и у тебя голова выстраивается тоже по божественному такому формату. Это и называется чува. И, значит, последняя буква Эй, сегодня мы дошли до нее. Вот здесь как раз сегодня в хитах, в этой книжечке, которую вы можете скачать, каждый день выходит отдельная книжечка, где на русском все объясняется. Значит, пятый метод такой, буква Эй, это фраза такая, от снаа лехет им, а шем и локеха. Значит, от снаа, это в скрытности ходи. А что значит ходить в скрытности? Есть же, есть же такая заповедь отдельная, которая называется, лекадеш шем шамаем, осветить имя Всевышнего Барабим, то есть публично осветить имя Всевышнего. И когда, когда, многие становятся религиозными, они только стали религиозными, и они вот прям хотят всех вокруг сделать религиозными, осветить имя Всевышнего, и что? А получается наоборот. Поэтому нам сказали, что со Всевышним надо ходить в скрытности. Вот этот отрывок от снаа лехет им, а шем и локеха, ходи скрытно. Значит, чтобы детали твоего служения не выпирали. И, значит, первые хасиды скрывали себя, свои познания и богобоязненность. Если их раскрывали, то очень переживали. Это служение, раскаяние, то есть скрытность. Значит, как это работает? Вот Равыцкак Зильбер, Зихрано Цедикли Враха, он был, он был один из ламы твав, цадитим. Есть такие в каждом поколении, 36 скрытых праведников, заслугу которых существует мир. Те, кто его знали, уже, ну, невозможно было это скрывать. Хотя он сам по себе, это был самый простой человек, который не занимал никаких должностей, работал простым учителем математики в школе. Потом он абсолютно без зарплаты, без должности, приходил с утра к этому равенату в Иерусалиме. И когда видел, какие-то идут люди, он русскоязычные, он их спрашивал, давайте я вам помогу. И просто им помогал, без денег, без ничего. То есть, это был человек, который полностью, такой простой дедушка. Есть одна про него известная история, как один парень стал религиозным. И он, значит, стал религиозным, хотел всех обучать Торе. А Равыцкак, он же был великий раввин, который знал всю Тору. И этот парень, как-то он, какое-то было место такое, где как раз сидели, ну, то ли синагога, то ли что. И, значит, этот парень, который только начал изучать Тору, такой, как я примерно, да, он видит, идет дедушка такой, он говорит, а вы русский знаете? Он говорит, знаем. Дедушка, давайте я вам сейчас объясню недельную главу. И он, значит, начал ему объяснять недельную главу. Так Равыцкак сидел и слушал недельную главу, там, потом этому парню сказали, кого он обучал, и, значит, тот вообще он, как, а что он сидел, слушал? Это как раз вот здесь, вот этот момент, ходи в скромности с Богом Всесильным твоим. То есть, чем ты больше принижаешь себя, тем ты более великий. В Торе это именно так. То есть, чем у тебя меньше эго, тем ты более великий человек. Тем больше ты со Всевышним. То есть, вот это эго, надутое, да, я, я знаю, я контролирую, я сделаю. Вот это эго, оно и является железной стеной, как говорил Большинтов, между человеком и Богом. Поэтому, вот этот вот пятый, пятый аспект шувы, возвращения к Богу, ходить в скрытости, не выпячивать свое служение, не блатовать, не течиться им, не быть вот таким вот, потому что все это внешнее, знаете, как в конце экклезиаста, в конце экклезиаста, каэлита, да, в конце есть такое заключение, это вот именно заключение царя Шломо, о смысле жизни. И он говорит, совдавар, в конце концов, а коль не шма, все понятно, это элатим ира, бога бойся, митцватав шмор, заповедь его соблюдай, тезе коле адам, в этом весь человек. И там есть еще один отрывочек, который он завершает, но почему-то принято предпоследний отрывок читать еще раз в конце и завершать вот этой вот ключевой фразой, совдавар, в конце концов, все понятно, бога бойся, заповедь его соблюдай, в этом весь человек. Там есть еще одна фраза, фраза такая, вэдаше, коль давар яви лутим бомишпат, коль нэй лам, гам то вэ гам ра. И знаю там написано дальше в конце, все вещи, все вещи, все поступки, все бог приведет на суд, все скрытое, и хорошее, и плохое. Так, задают вопрос, ну вот за плохое, понятно, надо судить, ошибся, получи наказание, и навечно с чистой совестью в раю у тебя все хорошо. А за что за хорошее это судить будут? Так вот, за хорошее судить будут за намерения в хорошем. И очень сложно, когда человек делает служение свое вот таким вот течливым, ярким, и таким, ну не скрытым, а горделивым, да, хотя в этом тоже есть смысл, да, есть отрывок, который говорит ваекба, ваекба, льбам бедар кайошем, и поднимут свои сердца на путях Бога, но Бог вот как раз вот тут знает, когда человек поднимает свое сердце на путях Бога, ради кого он поднимает? Ради Бога или ради себя? И вот тут, значит, в чуве, когда мы возвращаемся к Богу, нужно уйти от своей вот этой вот эго, от своего я, и, значит, какое-то время походить в скрытности, скрывая, что ты праведник, значит, скрывая, что ты праведник. Я сейчас помнил шутку одну, как-то к сыну Равинска-Казильбера, подошел один такой человек и говорит, значит, Рав Бинсон говорит, мне раскрываться уже? А Рав Бинсон, это сын Равинска-Казильбера, это великий Равин такой, это он не как-то, но он очень как раз, вот он такой простосердечный, такой прямой, вот прям сияющий такой, да? И он говорит, в смысле раскрываться? Он говорит, ну как в смысле, а вы что, не знаете? Рав Бинсон говорит, нет. Он говорит, ну, а вы что, не видите? Он говорит, нет, не вижу. Он говорит, ну неужели вы не видите, что я Машех, что я Мессия, мне раскрываться? Раббинсон ему говорит, а что врачи говорят? Тот говорит, ну что врачи, вы что врачей не знаете? Врачи говорят, что я не Машех, что мне не надо раскрываться, что мне лечиться надо. Раббинсон говорит, вы знаете, извините, я знаю, что в шелхонорухе, это сборник законов, написано, что врачей нужно слушаться. И даже в Йом-Кипуре, если человек говорит, я хочу, это день святой, надо поститься, ну то есть нельзя вообще, нельзя ничего кушать. Вот сейчас идет Йом-Кипур, и в шелхонорухе написано, если человек хочет поститься, но врачи ему говорят, это опасно для твоего здоровья, мы его должны накормить насильно, потому что врачей нужно слушаться. Вот так. Раббинсон, он как раз выполняет первый пункт, первый оттав в слове чува, томим тие, будь простосердечным, чистым, как написано, по-простому так и делай, не раскрываться. Поэтому не каждый, кто скрытый, он праведник, но если ты праведник, то нам посоветовали это скрывать, не будь слишком праведником. Хорошо. Теперь дальше мы двигаемся дальше. В сегодняшнем отрывке из главы Аазину «Слушайте небеса», в сегодняшнем отрывке говорит нам Ашерабейну следующую вещь. Он вначале описывает то благо, то благословение, которое Всевышний даст еврейскому народу, когда они зайдут в землю Израиля и будут соблюдать заповеди Торы. То есть он описывает благоденствие, причем в терминах, которые нам сейчас непонятны, потому что мы в основном еду покупаем в супермаркетах и потеряли вот это вот ощущение праздника от еды, которое когда-то испытывали люди, которым для того, чтобы покушать, нужно было вначале поймать животное, потом его выкормить, потом его убить, потом его там. Ну то есть раньше еда это была огромная-огромная радость и награда, и благополучие, и благоденствие и так далее. И вот здесь поэтому описано благословение, которое даст Бог, описано в терминах еды. Да, нам чуть-чуть непонятно это читать, что он даст масло из кремниевой скалы, что будет у тебя коровьими сливками и молоком овечьим, и туком ангцев, и башанских овнов, и козлов, и самая тучная пшеница, и кровь виноградную будешь пить винную. Ну то есть благословение было до последней технологической революции. Технологическая революция была 120 лет назад, когда вот изобрели там паровой двигатель, потом внутреннее разгорание, самолеты там и так далее. Всего там 120-150 может лет назад. А до этого все было вручную, все было без электричества. Люди с ручками своими, значит, пахали, пахали, пахали. И, значит, благословение было покушать. То есть схема была намного проще, чем сейчас. Сейчас человек, вот он настолько зажрался. И вот тут дальше написано, представляете, когда, значит, 15-й отрывок. 15-й отрывок, вот это как раз смысл всего того, что происходит в истории. И сказал Машарабейну от имени Всевышнего. И что будет дальше? И зажернеет. И шурун, это одно из названий еврейского народа. И шурун, это от слова яшар, который имеет прямую связь с Богом. Значит, через тору, опять же, через тору. Значит, и зажернел и шурун. И начал брыкаться. И шаман-то, и опять он, ну, используются разные термины жирнения. Потому что человек жирнеет по-разному. У него там тут вырастает, там вырастает. Раньше вот это жирнение они описывали терминами такими разными глаголами. И что? Но в итоге пожирнел ты, растолстел, покрылся жиром. И покинул Бога, и покинул Бога, создавшего Его. И поругал твердыню спасения своего. Представляете, какой ужас. Значит, Всевышний дает благословение человеку или народу. Народ, он это благословение принимает, принимает. У него накапливается избыток благословения. То есть, это то, что называется жир, это избыток. Когда человек кушает, у него еда, избыток еды, он откладывается в жир. И что дальше происходит? И потучнел, и начал брыкаться, и поругал твердыню спасения своего. Раша объясняет, подверг поруганию и оскорбил. Как сказано, спину к храму Бога. Он повернулся и поклонялся солнцу на востоке. Это пророк Ехестель так сказал. И нет большего поругания для Бога, чем это. Потому что, представьте, вы заходите. Ну вот, простой пример. Вы заходите к какому-нибудь там царю. Вот стоит царь, сидит он на троне, царь. И в уголочке, в уголочке его уборщица. Уборщица его в уголочке, значит, убирает там, что-то побирает. И вы подходите нагло, поворачиваетесь к царю спиной. И начинаете этой уборщице кланяться, поклоняться. Говорите, уборщица, ты великая вообще мир создала. Ты вообще там царица, все вообще, весь мир твой. И ты мир создала, и ты меня создала. Но это вообще, что царь сделает? Он обычный царь. Он сразу бы копьем, или посохом, или мечом бы закончил бы это безобразие. Но Всевышний добрый. И он все время ждет. Он ждет, что он любит людей. Он ждет, что человек опомнится. И 16 отрывок звучит так. И, значит, возбуждали бы в нем ярость своими мерзкими, вот этими действиями и своими мерзостями гневили Бога. Значит, мерзости, это, например, Раша объясняет, это гомосексуализм, называется в Торе мерзостью, и ведовство, разное колдовство и так далее. Интересно, что практически все общества, древние греки, началась у них гомосексуализм, исчезли. Древний Рим, пошел гомосексуализм, исчезли. То есть, каждое общество, которое узаконивает гомосексуализм, это последняя стадия его существования. Поэтому те страны, которые узаконили гомосексуализм, значит, мы посмотрим, вот пройдет сейчас время, вот мы увидим там хотя бы лет 20, 30, 50, пару поколений, два поколения, подождите, 50 лет. И мы увидим, что страны, в которых не узаконили, они развиваются, у них, значит, народа все больше, больше, больше. Страны, в которых узаконили, народа все меньше, они угасают. И так было всегда на протяжении всей истории. То есть, описывает Машарабену тот следующий этап, который будет после благословения. Начали приносить всяким идолам. А вы знаете же, в чем интерес? Вот у каждого же человека внутри есть вот эта вот божественная сила, сила творчества, сила творения. И когда люди начинают вместе верить в какую-то историю, да, не важно, что это за история. Это будет биткоин, значит, биткоин растет, это будет еще что-то, оно будет расти. Это будет, то есть, все, во что верят люди, оно начинает расти. И люди, получается, своими верованиями, они расшатывают этот мир, они этот мир ломают. Вместо того, чтобы быть один Бог, одна семья, одна любовь, одно, одно, ну, такое единое, простое, понятное. Все равно, жизнь для человека, она, ну, максимум 120 лет, и потом уходишь. Ну, все уходят из этого мира. Но люди настолько запутывают свое пребывание в этом мире и создают столько зла, что Бог, конечно, из-за этого отвечает им тем же. Вот смотрите, интересно, что Всевышний действует с евреским народом и со всем миром. Он действует по принципу возврата, да, то есть, когда начинают, там, например, возьмем фашисты. Они начали убивать, они начали войну. Что с ними стало? Их уничтожили. То есть, все идет по принципу возврата. Всевышний, как говорил в псалмах царь Давид, он как цельха Алият и Менеха, он как тень от твоей правой руки. То есть, ты действуешь, он действует, ты действуешь, он действует, ты к нему, он к тебе, ты от него, он от тебя. Ты начинаешь к людям со злом относиться, они тебе отвечают тем же. Ты даешь им добро, они могут по инерции тоже отвечать тем же за вчерашние твои поступки. Ведь люди-то не сразу переключаются. Бывает, что человек переключился, как вода в душе, да, он был со всеми холодный, холодный, холодный. Потом он на горячее переключается, а люди не понимают, продолжает течь холодное. Он говорит, ну что такое вообще, что это за дела такие, я к людям по-хорошему, а они ко мне по-плохому. А ты вспомни, как ты к ним вчера относился, они же тоже время должно пройти. В общем, и так, 18 последний отрывок. Цур еладеха теши в этишках эль михолелеха. Значит, твердыню тебя породившую ты забыл, и забыл ты Бога, который вывел тебя из утробы, который тебя создал. То есть, этому Шарабену говорил еврейскому народу перед смертью, описывая то, что будет дальше. И, к сожалению, так оно и было. Зашли в землю Израиля, построили первый храм, потом начали грешить. Причем за три греха был разрушен первый храм. За идолопоклонство, за разврат и за убийство. Значит, пришел на выходницар и разрушил первый храм, и на 70 лет на исправление угнал еврейский народ в Вавилон. 70 лет прошли, Пуримская история, прямо должны были всех уничтожить. Они в этот момент проснулись, да, сделали чуву, вернулись к Богу, когда полностью был приказ о уничтожении. Все стали сразу религиозными, все-все-все. Конечно, а зачем жить, если нас все равно убьют? Значит, только спаси нас, будем хорошими. Только спаси. Вот как сейчас будут все молитвы в Йом-Кипуре. В Йом-Кипуре эти 2-4 часа в синагоге, все стоят голодные, без еды, без воды, и говорят, Всевышний, я понимаю, главная душа. Главная душа, да мне еще год жизни, все, я буду хорошим, вернусь к тебе, все будет хорошо. Только да мне еще год жизни, и все отлично. Всевышний добрый, он говорит, стоишь, стою, не ешь, не ем, не пьешь, не пью. Значит, ты можешь же с собой, своим телом управлять? Могу. Раскаиваешься? Раскаиваюсь. Чуву сделал? Вернулся? Вернулся. Живи, дорогой, все, живи, ты цадик, ты праведник, все. Теперь прошел дальше человек в течение года, должен стараться, но если он грешит, то Всевышний знает, что человек грешит только, если в него вселился дух глупости. И это надо тоже самому понимать, и нужно каждый раз раскаиваться. Если ты где-то сделал что-то плохое, сказать, это не я, это во мне был дух глупости, я хочу действовать по-другому и стараться. Если ты молишься, Всевышний тебе помогает. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, прекрасного дня, полного отшувы, раскаяния и достижения во всех важных два сферах жизни. Всем пока.